Ребята, это Алена, сегодня говорим про здоровье соединительной ткани, вы на канале натуропатии и психологии, соответственно, если у человека ДСТ и другие проблемы, это очень серьезная вещь, бывает грыжа пищевода, и соответственно, из-за этого начинают ставить разные диагнозы, вегетососудистая дистония, неврастения, морская болезнь, короче, куча всяких диагнозов, которые я считаю бесполезны, пока человек не понимает. Почему ему ставят эти диагнозы? Во-первых, здесь очень важно работать с витаминами и биоэлементами, которые являются структурными компонентами клеток, соответственно, во многих случаях я добавляю своим клиентам полностью поддержку опорно-двигательного аппарата и работаю с... У кого какая проблема? Вот мне пишут, соединительная ткань, ЖКТ, сердечно-сосудистая, нервная, опорно-двигательный аппарат, все ведь это является соединительной тканью. И если соединительная ткань где-то плохо функционирует, то, соответственно, вы будете чувствовать неполноценность в этой области. Соответственно, если есть вопросы, пишите. Я всегда говорю, что кариес, нарушение роста зубов, парадонтоз, это тоже нарушение соединительной ткани. У меня с детства всегда были проблемы с ДСТ, и, соответственно, я знала, что нужно следить за каждым органом. Печень, желчные кости, суставы, все это важно поддерживать на должном уровне. Пишите, пожалуйста, вопросы. Я могу сказать, что здоровье соединительной ткани это максимально важная вещь, которая обеспечивает нормальное существование. Что значит здоровье соединительной ткани? Это сердечно-сосудистая система, это сосуды, суставы, печень, все это работает бесконечно. И, соответственно, если есть какие-то проблемы, очень важно с этим справляться.